у нас доброе утро у нас офигительно крутое замечательное утро смотрите там много рыбаков небо чистое небо без облаков нагреется на яна водичка бассейн там птичка гиро это и вы на канале вы на канале я кубики лайф или домой мы на нашем канале расскажу как купили старый дом его усердно ремонтирует а чтобы усердно ремонтировать нужно хороший завтрак завтрак смотрите я снова не бутербродики это вот это все химия я в сал утречка пока сходил в туалет смотрите зашел взял три ягодки и голубики сразу промала правая рука начала так я дальше потом пошел с персики персики мы не показывали кстати персики все уже облетают они уже такие сочные такие еще не ел они холл гортенди и малинку все я зарядился сегодня на целый день но эту химию надо поесть потому что если не будем срывать пол в прихожей возле входа с этим уже каждым утром застаем раньше и раньше скоро они будут ложиться а вчера вечера вас как было 11 часов на ножа около 11 какой 11 20 и к нам пришли гости стучал кто-то стучит яду максимная на прикалывать потому что сидела монтировала видосик а он смотрел еще телевизор и думала он меня так зовет стучит тут мне что-то наверное похоже на металлическую дверь максим пошел открывать дверь а там стоит сосед стоит сосед понимаете в чем он сосед молодой выпивший да молодой ну там ничего страшного ты просто выходные хотел просто посидеть я в трусах стою вы уже спите как мне ну сплю а он еще с дочкой пришел я ну да сплю а что вы хотели посидеть я сплю я ж не буду вставать ну смысл в том что то калитка была всегда закрыта и мы ее открыли вот в левом экране смотрите мы с папой гипсокартон привозили я ее думаю не буду закрывать что потом мало ли еще не мучиться так что можно сделать вывод есть и вы не закрываете калитку к вам будут приходить я больше не закрывая ее снял с петель максима сегодня новая прическа он сказал буду делать каждый день новые прически тоже я хотел рожки на сегодня воскресенье не я вчера тебя было к это как-то по-другому все так же воскресенье день рождения тебя и кстати там осы я с ними расправился сегодня я решил ну будем пол срывать ладно решил я этот самолетчик что я делал мы с вами вода делом а то я вам показал как я его дело все причиндала делал и не покажу как его доделаю я еще придумал такие колесики их на низ еще одни большие вот смотрите но я не знаю ли я и буду ставить наверно скорее всего я их ставить не буду я его просто здесь просверлю дырку и поставлю так шапон где-то там стоял на таком этом парапетике все я сейчас его покрашу такой же цвет как мы красили вот лавочки качели жене голубик где ты была все начали срывать пол значит тут пол просто реально прибит на века смотрите я немножко доску таком приподнимаю потом бьют и достаю потом еле достают этого гвозди не там были как будет заливаться пол да для этого вот купили пенополистирол лежит даю тебе ломит даю не бурчи не бурчи чем тебе помочь этот камень мы закопаем да максим сказал уже вчера даже здесь все по убирали чтоб не было бардака ломи блин кривой это мы смотрите здесь в левом углу как мы разбирали там где новая пристройка старый там был жесть там было крушение года посмотрите очень интересном из стены прямо таки стены эти падали и там у меня друг был володя коллега сейчас перевелся другую смену этого наш этот ломик погнул и 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 Убираем лаги Убираем лаги Лаги остались Слышите меня? Я потный здесь А потому что перепады температуры Ты очень быстро его разобрал Я разберу любого так Кто тебя обидит Малыш Я думала здесь будет хуже Если честно Ты не думай А вот Посмотри Как интересно выедали С маленькой дырочки И оттуда А что это за орешки? Косточки Их много на чердаке было Они носят Я тоже тогда думал откуда они так понаносили Это они с улицы носят Носили вернее С абрикосов или со слив Я думаю сливы Какие-то маленькие кусочки Драбли надо наверное да? Вот и все А кто слушал молодец Я думаю мы просто прольем его Песок Это чтобы он немножко осел Ты чё с годами Блин Есть ла Вауу Я думала мы уберем мусор от отдыха Погребаем это все Камень этот закопаем где-нибудь Закопаем Если бы я нашел сундук золота думаю туда в камень куда-то надо под это вот страшно сундук золото если я бы нашел бы сразу поделиться с активными подписчиками которые ставят лайки и не пропускают рекламу и подписывай и что с этим углом делать ничего тут стоит там опора тут что эти за граблями из лопаты будем камень хоронить шо мы все будем выкапывать нет я буду копать песок уносите камни туда что легче вынести камень или песок что ли от тебя камень типа мешает подожди килограмм ваты или килограмм они одинаковые котеночек мой нет а что легче через озеро си килограмм соли мешок соли или мешок сосва соломы конечно нет меня соли соль растает есть такие эти когда на халтуры делаешь ну мы делаем слегка допустим которого вот эта вот работа снять пола они будут там растягивать специально целый день ой это трудно будет до санком раз приехали быстренько сделали работа он посчитал как заработал не такие только чуток дорого вы так быстро сделали так он говорит потому что у нас цель была бы далеко мы далеко были но это дорого потому что шоу тут час-полтора поработали будет хотите мы можем целый день эту работу делать вот так же здесь я бы здесь тега халу это не достается пошел бы посидел бы а так я сделал сегодня сейчас целый день свободы но не со мной максим уже начал подкопы делать так можно такую прихожую сделать типа как пляж песочница у лисенька игрался песка еще один ждет своей участи вынеси его пока хорошо мы переоделись непредвиденное обстоятельство там где мы копали вот там прихожей чтобы выкопать нам выровнять пол нам положить трубу потому что если мы сделаем траншею там песок такой засыпется до засыпется тем более труды будут напрасно так что мы сейчас летим город покупаем трубу сколько нам надо мы отмерили гофру купим сразу проведем и зальем завтра постараемся сразу прихожую залью и это залью под камин цемент купим там 6 мешков не влезет здесь на мешков 10 сзади поставим сзади свинья засаде там будет трубы положим все сиденья перед нами кладутся и у нас в деревне привезут в этот во вторник во вторник свящего есть интересно или нет может свящего залетим сейчас воскресенье но наш не работает допустим понедельник но это значит будет в понедельник решать не скажи маме на автобусе привезет сейчас и сейчас заехать спроси сейчас мы короче заедем свящего короче мчим вот вот мы закупились и едем деревню новые покупочки интересные трубы регуляторы теплый пол короче будем распаковываться в деревне на месте все покажем не волнуйтесь не расстраивайтесь как всегда для вас мгновения для нас 23 минуты говорила мама не ходи навстречу и тебе максимум я не послушал пошел дурак на свадьбу 10 назад и сейчас вот получите спать мучайся не знаю что мне делать вот и верни все назад власти власти нитца блудница ты блудница смотри ты можешь сейчас нажать на что-нибудь меня вырубит и я поеду прямо и что опасно он нажал я уже нажала назад Максим а если ты нажмешь в первый раз и я вот так вот заснул Максим так нельзя шутить нет привет она вся была здравствуйте не знаете как проехать вратачицы в какую сторону acts я сейчас по коняскому скажу ну а ты как красивая бедненькая моргай моргай мне так жалко надо ему липучку Вот видите, я всегда так Максима жду Пока я вышла с Максимом Он еще будет полчаса там сидеть Ковыряться А потому что, знаете чего? Приехали мы, допустим, да? Женя вышла и все И нахрен что ей надо А мне возьми тазик Водичку, трубы, хирюбы, ключи Вот что ты сейчас взял? Ключи И полчаса выходил Потому что я думал С чем выйти, надо подумать своим мозжечком А вдруг кота прижму Ой, Жорик встречает уже сразу Жорик, нас немножко не было Жорик, ты тоже 30 копеек дать Ты ждал 30 копеек Слушайте, мужик А, ну первую покупочку Жорик, отойди, пожалуйста Покупаю там, ну, что-то колбаски Окружечки мы купили, кстати По тарелочке белой И мама дала помидор Покупаю, подходит такой В очках, такой Не выручишь мне 50 копеек Дашь Ну, думаю, блин Вроде бы не алкаш там Это мало что И хватает Говорю, у меня только 30 Дал Встал в очередь Он сзади стоит со вторым Типа этот Как его там, бодрило или что Что там, бодрецо-то Вино купил И на этом еще не закончилось Мы поехали Пока там купили Сейчас покажем трубы Теплый пол Зачем другой магазин Купи там Хлеб Ну, там, по мелочи Он подходит в этом магазине 50 копеек не будет Я ему говорю Слышь, я тебе дал 30 копеек На помощь А ты бухло купил И леща ему как дал Ой, не ври И он сделал все Пить не будет больше Ты его вылечил Подожди, что ты идешь Ты можешь тоже взять Тазик тут хотя бы Например, трубы я могу взять Можно было в тазик положить Да, можно было А ты про это не подумал Жорика ухо видишь кривое Он уже дрался с кем Трубы Рыжие Рыжие, канализационные Чего они рыжие Они специально делаются Под землю Там, где проезжает машина Они более такие Мощные Твердые Крепкие Прочные Вот Благодаря Многим подписчикам Которые уже Нам помогают Финансово Мы вот Начинаем приобретать Вот такие вот Камины Штучки Там нержавеечку Ну, пока маленькие Потому что Чуть-чуть помогают Вот это Выйдет К дымах Это вот Сейчас я вам скажу Правильно Насчет Лошара не быть Воздуховод Гофрированный Алюминиевый Из алюминиевой Фольги Толщина Ну, толщина не факт Смотрите В дальнейшем Покажем Для чего Она нужна И вот Теплый пол Теплый пол Тоже Разберем Покажем Ну, мы будем Кладывать И три регулятора Регуляторы Тоже потом покажем Да Так что Спасибо, кто нам помогает Финансово Морально Все И что вам еще Показывать Вот Цемент Шесть мешков Цемента Ну и все Батон хлеб Я показывать не буду Можно Жорику Сюда Он сейчас Сможет залезть в машину Залезет Только Никс там так Любит машину Сосиски Сразу лицо Максим Поменялось Сосисочки Мои Малыш Так ты возьми Сосиски Чтоб он не залез Возьми На Гофу Или пакетик Они шлют Давай Давай О, давай Робот Это сделаем Давай О, так Можно Я знаешь Кто Такие Женщины Которые Крутят Много Много Обручей Давай Цирки Знаешь Такие Вот так Никто Не крутил Только Не крути С этими Мало Чего Погридишь А А Колючая Жорика Покормили Он Принял Свою Позу Сна Отдыха Может Кто Есть С Бреста Кто Желает Жорика Себе Взять На Зимовку Ему Нужна Ласка И Уют Помыть Я Говорю Может Жорика Кто Хочет Забрать Кто С Бреста С Брестской Области Он Не Подел Нет Я Веду На Зиму Куда Будет Зимой Зимой Какой Пышный Становит Зажир Что Продолжаем Копать Там Еще и Камни Выдумал Черный Весь Я Там Сделал Сделал Полдуман Стоит Не Это Низко Капец Заходи Эти гости Дорогие Да Две Рыженьких Трубы Мы Положили Прикопали Эти Отодвинули Камни Эта Труба Предназначена Для того Чтобы Был Естественный Приток Воздуха То есть Здесь Будет У нас Стоять Камин Не Влазь Когда Старший Разговаривает И Нам Надо Чтоб Он Брал Воздух Не С Дома Чтоб Тянул Кислород Сжигал Кислород Который Мы Женечкой Дышим А Чтобы Он Брал Просто Воздух С улицы И Он Будет Лучше Тяга Будет Заслоночка Больше Меньше И Вот Мы Положили И Столкнулись С такой Ну Не проблема Мы Просто Первый раз Сделаем Это Может Не проблема Мы Сделали Так Уголок И Вот Та Вот Гофра Алюминиевая Она Она Должна Быть Залито В Фундаменте Так Как Здесь Я Думал Так Вот Поставим Гофру Завалим И Гофра Будет Торчать Но Здесь Фундамент Над Этой Трубой Будет Где-то Ну Сантиметр Полтора Сантиметра Я боюсь Что Я не знаю Просто Какая Там Будет Температура Она Нагреется И Мало Лишь Что Там С ней Стучится Так Что Мы Сейчас Этот Углами В Разные Направления Она Сейчас Сколько Она Где-то Буквально Сейчас Пятьдесят Полметра Но Она Раскрывается Растягивается На Полтора Метра Сейчас Женя Раскроет Только Полностью Не раскрывай Давай Я Раскрою Нам Посмотрите Или Она Не согнется Сгибается Повторите Этот Угол Вместо Этого Угол Сделать С Этого Да Так Это Тоже Мы Тур Купили Не Бойся Не Мы Тур Купили Не Бойся Вот Так Мы И Делаем Ее Надо Ее Раскрыть Мы Ее Засунем В Эту Трубу И Печник Сказал Просто Скотчем Потому Что Здесь Ни Огонь Ничего Небудь Здесь Просто Ветер Замотаем У нас Есть Крутой Ну Вы Знаете Что Максима Нет Помыть Его Хорошо Мы Сейчас Засовываем Вот Сюда Ой Зашло Как Как И Надо Засовываем Сюда Затянуть Подальше Может Тоже Труба Позволяет Можно Подальше Давай Скотчем Сразу Сделаем Ну Конечно Сразу Сделаем Максим Сделал Большое Дело Вот Эта Труба И На улице Она Выходит Вот Такой Профессиональный Он Называется Профессиональный Ну Профессиональный Вот Такой вот, чтобы мы оставили здесь чисто ровненько все. Чтобы песочек был налажен. Да, и завтра уже будем заливать. Для этого и купили цемент. Не говори, завтра будем заливать. Мы завтра планируем. Солнце уже заходит. Максим возвращает назад песок. Выравниваем. Будем еще проливать. Видишь, как хорошо, что ты про вилла купил. Вообще вещь, она потом и стены выгрыла. Дверь входную будем поднимать. Потому что кое-кому порожек мешал. Я сразу говорю, выше поднимать. Забутили вообще классную вещь. Чтобы не выходить на улицу, там, за зеленью, с чем-нибудь. Мы, смотрите, здесь посадили сегодня семена. И, короче, поливаем. Ну, говорят в книжке, что завтра уже будет, как бы, боскор. Проливает. Осторожно, Максим, там брызгает и все на провода. Автомат. Она от резиновых шепотов. Мы делали там, где погреб, засыпали тоже это. Проливали нормально, да? Потом залили черновую. Я черновую бил. И там уже такое пространство между этим. Ну, она на рельс отлежит. Там ничего страшного, там две, три рельса. Так же здесь потом. Он сядет. Больше его сядется. Скажите, правильно мы делаем? Нет, конечно. Ты что? А для усадки? Ну, ты же говоришь, сколько ты там поливал. Нет, ну, там, видишь, там погреб был, там и торф, шок, только не кидали. А тут песок. Тут уносяется. Просто, если мы бы не полили, поселили бы пенополистирол, потом заливали бы фундамент. И то есть потом бы песок просел бы, и все может просесть. Ну, по-хорошему лучше засыпать и недели две вот так вот ждать, чтобы он сел. Как раз вы куда будете смотреть это видео. Уже здесь будет. Еще завтра просто я похожу, этих будет. А сейчас уже не сделаешь, да? Нет, нет. Лишь, садимся. Так что вот, все, мы сейчас допроливаем. На этом мы сегодня заканчиваем наше видео. С вас лайки, комментарии. Колокольчик не забывайте. Поддерживать нас не забывайте. Морально, психологически. Что бы мне хотелось работать. До новых встреч. С вами был Макс. Настя. И Женя Любинка. Все, всем пока. Пока. Вытирай камеру. Нормально попрощались. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok